Проект «Танцуй в компании» – соревнование команд челябинских фирм и организаций объявило о старте второго сезона. Архитекторы, врачи, дизайнеры, общественные деятели и даже сотрудники городской администрации. Диапазон профессий довольно широкий. Среди участников нет профессиональных танцоров, но люди опытные встречаются. Например, у нас Елена, она долгое время жила в Доминикане, и вот бачата – это прямо у нее в крови. Виолетта у нас занималась народными танцами, поэтому я немножко занималась латиноамериканской программой, да, спала, училась. Ну, в общем, мы все понемножку кулетов, поэтому для нас это такое близкое, родное. У нас танцоров нет профессиональных, это все любители, при том, наш возраст весьма не шашнадцать, поэтому, как бы, не знаю, поборемся, посмотрим, на что мы еще годны. Танцы – это то, что я люблю на самом деле, то, чем я занималась когда-то в детстве. Сейчас, конечно, в основном живопись, но я с удовольствием всегда иду на любые авантюры и люблю танцевать просто, почему нет. В этом году мы изменили тематику шоу-номеров. Если в прошлом году это было просто направление – вестерн, балет, что-то, то в этом году мы усложнили задачу, а с другой стороны, простор для фантазии больше – тема фильмов популярных. Ну вот посмотрим, как будет изображать либо фильм «Титаник», либо фильм «Иван Иванович меняет профессию». Я сама этот сериал не видела, но очень много наслышанно о нем. Секс в большом городе. Я думаю, что там очень много вариантов, чтобы составить какую-то хореографию, которая может быть выигрышной и порадует публику. У нас бриллиантовая рука, у нас прекрасный преподаватель. Я думаю, что получится что-то веселое. Пересмотрим фильм. Хотелось бы какую-то женскую тему, чтобы шоу «Геллз» там, по-моему, есть же такая рука, да? Ну, чтобы они проявили себя, потому что это фан, чтобы им было весело. На подготовку шоу-номера у команд чуть больше месяца. Финал проекта состоится в ноябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова